Добрый вечер! Здравствуйте! Привет! Привет! Ого! Так, я родился в Тирасполе, но последние пару лет живу в Кишиневе, учу румынский язык и кувурбиттор де лимба румына, еунчерксе, урбеске лимба румына. Не всегда получается, конечно. Нет? Это норма, ребят. Так, не всегда получается. Мне недавно звонит сотрудница банка и что-то со мной говорит на румынском. Я говорю, ладно, буду говорить на румынском. И прям круто говорю, как мне кажется, очень грамотно, прям салут, да? Не, на самом деле я ее прям нагрузил терминами, типа «perfecto compus, viitoral anterior, gerundio». И я не пользовался этими правилами, я просто это говорил. Я такой, она мне буносяра, я такой «perfecto compus». И через две минуты случилось то, что я вообще не ожидал. После двух минут нашего очень складного разговора она говорит, «Да ладно, я могу на русском». Я говорю, ну, я у нуенцелек лимба руса. Разбережьте кумврей. Недавно познакомился с девушкой в интернете. У нее в инсте было очень много красивых, откровенных фотографий. Я у нее спрашиваю, слушай, а где ты работаешь? Она говорит, да так, фриланс. Я говорю, послушай, фриланс, да? Не дай бог я узнаю, что ты вебкам-модель. Зарабатываешь деньги, маструбируя на вебкамеру. Мне не нужна конкуренция. Недавно мне позвонили с налоговой. И говорят, вы не принесли справку о доходах за 2020 год. Я не стал поднимать панику, но на всякий случай загуглил видос, как заходить в тюрьму. Ну, в итоге все нормально. Заплатил небольшой штраф, 500 леев. Но я когда платил штраф, я понял, насколько я вообще неграмотный в этих юридических налоговых терминах. Там в этом документе в квитанции было написано что-то «Персуани, импозити, депозити, физич». Я вообще ничего не понимаю. В теории они могли написать в квитанции что угодно. Типа «700 леев, пентрюкелья, диплодикал, спортив». И я бы заплатил. Такой налог. Я человек простой. Если там надо, то я заплачу. Недавно узнал, что есть такая операция у девушек по восстановлению девственности. Называется гименопластика. Мне об этой операции рассказала моя девушка. Кстати, я у нее первый. Это только девушки делают такие операции. Парни, наоборот, стремятся как можно быстрее избавиться от девственности. Но это очень трудно, особенно когда те лет 15-16. Все девочки встречаются с парнями постарше. Но иногда доходит до абсурда. Я учился в девятом классе. Я выхожу как-то со школы, и мою одноклассницу забирает на машине какой-то седой мужик. Я думаю, ладно, может, это ее батя. А рядом ее батя в шоке стоит. Чувак, я не знаю, кто это. Может, это ее дедушка. А рядом ее дедушка в шоке стоит. Вся семья была в шоке. Так, недавно выступали в Великобритании. И хорошо, что я подготовился. Знаете, выучил немножко английский по видеоурокам. Да, и теперь я знаю какие-то основные фразы, типа, we can't do it, I have a husband. But I'm your stepmother. Вот это выучил самое необходимое. Но я заметил, я заметил, что я вообще в последнее время не могу смотреть порно, если я влюбился в девушку какую-то. Я не могу смотреть порно, если я влюблен в девушку. Я такой, типа, смотрю порно, если я влюблен, такой... Что же вы делаете? Вы же не любите друг друга. Мужики. Я понял, что порно немного оставил во мне след. Сейчас его меньше смотрю, потому что я считаю, что это ненормально, что из-за порно у меня теперь немного привстает, когда я слышу английскую речь. Особенно трудно на таможне с этим, ребят. Мне на паспортном контроле говорят give me your passport. Я такой, сейчас, сейчас, я тебе дам паспорт, сейчас. Так, у меня бабушка есть, не то, что я хвастаюсь, просто есть бабушка, и у нее появилось хобби новое недавно. Она у меня ходит на похороны. Разные похороны. Ну, знаете, сейчас пожилые ходят друг другу на похороны, как молодежь на тех на вечеринке. И там, и там есть убитые, ну, как бы... И моя бабушка не просто ходит на похороны, она ходит на похороны с отзывами. Она приходит с похорон с отзывами, типа, была у Петровны венок говно. Зама невкусная. Мало людей плакали, как-то не грустно вообще. Такие себе похороны. Серьезно, моя бабушка прям так и сказала, я буду половину пенсии откладывать, чтобы купить себе красивый венок. Вот это я понимаю, I can buy myself flowers. Мне нравится, как звучат двойные имена. Есть люди с двойными именами? Есть? Не одного, да? Хорошо. Мне нравится. Допустим, как они звучат, это круто. Но иногда двойные имена звучат так, как будто родители не договорились. Потому что у меня у знакомых дочку зовут Лаура Олег. Сейчас новых технологий много. Похлопайте, кто расплачивался телефоном уже где-то в магазинах, супермаркетах. Очень удобно, да. Я недавно тоже пробовал платить телефоном, да. Но продавщица отказалась менять хлеб на Нокию. И меня на этом фоне очень удивляют, знаете, эти женщины-продавщицы в круглосуточных магазинах, которые в 2023 году не принимают картой до сих пор. Мне кажется, будет уже трехтысячный год, мы будем платить за продукты глазами, вот так. Ты придешь в продуктовый, дайте мне хлеб такой. Шо ты вылупился? Где наличка? Деньги гони. Так, похлопайте мужчины, которые считают, что плакать это нормально иногда. А, такие сегодня, ну ладно. Не, я считаю, что плакать это нормально, вне зависимости от пола. Я считаю, что мужчина может позволить себе поплакать, особенно если какое-то радостное событие. Для мужчин нормально поплакать, если какое-то радостное событие, например, связанное с отцовством, да. Я недавно два часа плакал от счастья, когда узнал, что я не отец. Я сейчас не хочу детей, но я не child-free. Мне не нравятся вот эти субкультуры, знаете. Child-free — это же просто мода, понимаете. Это как раньше были эмо. Вот помните, были эмо... У меня в классе было пять эмо, все до сих пор живые. Серьезно, у меня в классе были эмо пять штук. Все они носили там длинную челочку, были грустные, писали стихи о смерти. Знаете, кто в итоге покончил с собой? Физрук! Но в школе было много и полезной информации, которая защищала тебя от опасностей. Например, у всех была такая ситуация, когда в пятом классе идешь по коридору, к тебе подходят и говорят, «Дима, смотри аккуратно, в коридоре со второго крана не пей». Оттуда пил пацан, который сосал. И ты верил, директор фигню не скажет, понимаете. Он-то по-любому знает. И есть в зале люди, которые умеют хорошо рисовать? Есть? Есть такие, да? Я вас ненавижу, если что, да? Я просто не умею вообще. Ну, я настолько плохо рисую, что когда нам в школе учительница по изо дала задание «Нарисуйте свою мать», я такой, я не буду этого делать. Я люблю ее. Могу твою нарисовать вообще. Чужой мне человек. Да, тяжело. Похлопайте люди, у которых плохое зрение. О, ничего себе, по рукам попали? Ничего себе, нормально. У меня тоже плохое зрение, но недавно думал делать операцию, но меня в последний момент отговорил врач, он рассказал о всех рисках. Он говорит, «Дима, есть большие риски за операцию на глаза, ты можешь навсегда потерять 800 евро». Я решил, что это не мое. И сейчас начинаю ходить чаще по врачам. Был у стоматолога недавно. И стоматолог говорит, у вас зубы в порядке, все хорошо. Единственное, что есть косметический дефект, расстояние между передними зубами. Можно поставить брекеты. Но есть один минус. Если у вас есть девушка, для нее есть плохая новость. Я говорю, какая? Ну смотрите, если у вас будут брекеты, то вы не сможете делать кунилингус. Я говорю, ты дурак, как я на них заработаю? Может, предлагать какие-то реальные варианты вообще. Хочется поговорить о романтике. Посуточные хаты. Это отдельный вид романтики. У меня недавно друг праздновал день рождения. Говорит, найди мне какую-то квартиру. Я, естественно, все оставил на последний момент. Поэтому день рождения моего друга мы праздновали в этой квартире, где, знаете, красное неоновое сердце на потолке, леопардовое покрывало с лепестками роз. А в соседней комнате вообще кто-то трахал проститутку. Ко мне друг подходит в середине вечеринки и говорит, Дима, ты специально самую блядскую хату Кишинева снял? Я говорю, обижаешь, это моя. Часто смотрю в интернете видео про историю успеха, про людей, которые добились всего сами. Недавно смотрел интервью Тани Вандер. Мне очень понравилась романтичная история ее знакомства с мужем. Она познакомилась с своим будущим мужем в мужском туалете. Ну, случайно зашла. Это был вечер владельца Парше. Случайно. Не надо смеяться. Случайно. Она думала, что это женский. Думала, наверное, там эти женские писсуары стоят. И я ничего не хочу говорить плохого про нее. Я наоборот считаю, что это похвально. Только девушка может зайти в мужской туалет, покрасить губы и найти там будущего мужа. Я никогда не найду себе жену, если я зайду в женский туалет покрасить губы. У меня один раз была ситуация, когда я случайно зашел в женский туалет. Там женщина с порога начала кричать. Ужас. Пошел вон отсюда. Я сейчас полицию вызову. Столько шума. Я аж перестал дрочить. Какого воспитания. Все, ребят. Вы потрясающие. Будьте здоровы. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ